всем привет и сегодня мы изучаем перечисления перечисления это логически связанные между собой наборы констант то есть для нашего удобства мы заводим себе скажем отдельно такую сущность как перечисление давайте для начала посмотрим нам нужно написать ключевое слово и нам нам перечисление далее нам нужно назвать как-то это перечисление и мы пишем с большой буквы например date ну или да пусть будет date далее фигурных скобочках мы можем просто перечислять вот легко запомнить нам в принципе не нужно ничего дополнительно указывать давайте перечислим у нас допустим есть дата напишем day через запятую следующие следующую константу введем day-month-year age не знаю пусть будет как-то так в конце можно не ставить запятую вот что мы здесь написали фактически мы создали наше перечисление и далее мы можем его использовать для того чтобы использовать наше перечисление нам просто нужно написать его имя пишем date и через точку обращаемся к нашим константом это очень удобно то есть мы фактически можем сгруппировать между собой константы и дальше вызывать их но что тоже хранится в этих константах давайте напишем манс и напишем дэйт 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 так пишет что должно быть использовано как выражение давайте попробуем вывести на экран то что мы написали дэйт манс то же самое здесь то есть просто так мы видим что нельзя вызывать я об этом не знал отлично что же нам выведет на экран нам вывела банальное название но на самом деле здесь под этими названиями скрываются числа что если мы хотим сказать что дэйт у нас равен десяти вот для того чтобы преобразовать то что здесь давайте сначала запустим посмотрим что сейчас выведет поменяется ли что-то мы видим что ничего не поменялось чтобы получить значение нам нужно привести нам к какому-то типу данных в данном случае к into и запустим посмотрим на мы видим десяточку вот но если мы приведем к into манс интересно посмотреть что будет должно быть 11 сейчас я объясню почему да мы видим 11 давайте для начала уберем все по умолчанию наше перечисление она как бы представляет тип данных int по умолчанию и первое значение у нас первая константа она равна нулю вот у нас есть подсказочка даже соответственно манс следующая за ней будет равна единице и равен двойки так далее если мы здесь ставим какое-то значение например сразу 5 то следующее будет прибавляться на единицу 6 7 8 если здесь напишем опять 5 то следующая edge будет 6 вот такая логика дальше то есть мы можем не писать тип данных int но мы по умолчанию int но мы можем написать какой-то свой другой тип данных который мы хотим вот хорошо это некоторые вещи которые можно делать с такими перечислениями давайте для примера еще заведем одно перечисление и нам оперейшен например и напишем девайд это пишется саптрет мальтипл типа лайк от так и дикт или от пусть будет это хорошо вот то есть мы поняли что можем использовать без проблем наши перечисления как набора констант можем делать даже вот такие вещи прощен это например там хранится число 0123 получается мы можем прибавить аппаратен это к аппаратен девайд и получим какое-то даже значение вот давайте посмотрим даже только нам нужно это все преобразовать кинутого интересно получится ли нет да у нас троечка получилось то есть это у нас 4 аппаратен девайд у нас 0 а это у нас три точно с нуля все правильно то есть интересно если мы добавим сабжект то получим 4 на все верно вот такие разные манипуляции мы можем делать так что еще мы можем делать так об этом мы поговорили в принципе пока что для начала хватит вот мы повторили что мы можем с этим делать вот в принципе перечисления вы будете использовать довольно часто и с вами был арт dragon всем пока и